Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Волейбольное обозрение, я Евгений Монархович. Сегодня мы с новым спортом, где-то Мозерсоль, где проходит тур детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой». Детско-юношеская волейбольная лига «Мяч над сеткой» снова в Мозере. НСРС команды самой старшей возрастной группы, а именно 2004-2005 годов рождения, посетили столицу Полесья, чтобы в круговом турнире с 18 по 20 февраля определить сильнейшие команды третьего тура группы А. В данной возрастной категории 8 команд разбиты на 2 группы. Они после 4 туров определяют квартир сильнейших волейбольных коллективов, а он в финальном раунде с 12 по 14 апреля выявит победителей и призеров этого многоэтапного соревнования. Отметим, что первые и третьи туры подразумевают игры команд в группах, а вторые и четвертые туры – это игры между командами разных групп, так называемая стенка. И чем ближе финиш, тем большее значение. Имеет каждая победа каждое набранное очко, плюс психологическое преимущество. Оно в юношеском волейболе бывает порой ключевой. Про психологическое преимущество мы заговорили не зря, ибо оно, а вместе с ним и статус фаворита, третьего тура был у нашей команды. Жемчуж на Полесье 1. Она лидировала в группе А, но на Музырский тур команда Брестского центра Олимпийского резерва «Виктория» привезла несколько видоизмененную команду по сравнению с двумя первыми турами. И стоит сказать, что волейболистки Наталья Солтрукович существенно усилили игру, что показал первый игровой день победы над командой Солигурска, а во второй игровой день спорткомплекс «Музырсоль» стал свидетелем увлекательнейшего матча между хозяйками тура и брещанками. Они, не откладывая дело в долгий ящик, постарались захватить инициативу, и к чести гостей им это удалось. Отметим, что нашу волейбольную дружину тренирует молодой специалист Кристина Александровна Ковалевская, с которой мы еще не имели чести бы знакомы, и для нее воспитанница Могилевского волейбола, студентки Мозорского государственного педагогического университета. Подобные игры, работа с этой командой – замечательная школа и проверка на прочность. Впрочем, работая с дюшером Мозорского нефтепроводящего завода, как трудно, нужно поддерживать реноме «Жемчужное полейся», так и благотворно. Для творчества руководство спортивной школы МНПЗ старается создать комфортные условия для работы наставникам. Пока, конечно, Кристина Александровна только адаптируется в новом для себя коллективе и старается лучше понять специфику работы, характер девчонок, их предрасположенность. В первом матче тура, кстати, «Жемчужная полейся-1» без особого труда обыграла Сали Горчанок со счетом 3-0. И к поединку с командой из Берегов Буга наши спортсменки подошли без поражения в детской и юношеской волейбольной лиге 2019-2020. Возможно, победа серии «Мазырянок» продолжилась бы, но за не могла основная пасующая и лидер команды Алина Жевлакова, игрок команды «Жемчужная полейся-2», а с Алиной и без Алины игра нашей команды 2004-2005 годов рождения существенно разнится. Так как Жевлакова выбила из строя буквально перед матчем, то не успели заявить вторую пасующую, и вся тяжесть дирижирования «Жемчужными атаками» выпала на хрупкие плечи Екатерины Ротновой, волейболистке 2006 года рождения, с неплохой техникой, безусловным талантом, но пока еще Катя не просто весь матч одной, выдерживать ту игру, какая нужна для победы над такой сильной командой, какой является команда Центра Олимпийского резерва «Виктория», представшая в моде в третьем туре. Первый сет, кстати, остался за гостями, они победили со счетом 25-19. Во втором сете реванш взяла наша команда, оставившая за собой вторую партию со счетом 25-23. Важное значение приобретала третья партия, становившаяся ключевой. И пока шел перерыв, мы записали интервью с директором специализированной детской и юношеской школы Олимпийского резерва «Жемчужная Полесья» Владимиром Ивановичем Хомутовским, который смотрел матч не только как специалист, но и как один из самых преданных и эмоциональных болельщиков волейбольной команды девушек Возорского нефтепорабатывающего завода. Сегодня у нас третий тур детской и юношеской лиги Республики Беларусь. Это еще предварительный этап. Играет старшая подруппа, 4-5 года рождения. Поэтому к нам в гости приехал Брест, Баранович, Соливорск, ну и команда наша «Жемчужная Полесья-2». Поэтому еще у нас будет один предварительный тур. И в апреле уже финалы всех детской и юношеской лиги. Поэтому сейчас идет соперничество с Брестом. Игра очень напряженная, 1-1. Поэтому задача, конечно, у нас максимально в этой группе. В финал четверку выйти, конечно, две команды. Но, насколько это получится. Но так или иначе, одна команда у нас должна быть в финале представлена. Кроме Брестчанок и нашей «Жемчужной Полесья» в этом туре участвовали волейболистки Солигорска и Барановичи. Представительница своих спортивных школ в случае с нашей следующей собеседницей из «Дюшор Атлант», волейбольная команда которой наверняка нацеливается на тройку лидеров. По итогам детской и юношеской волейбольной лиги «Меч над сеткой». Мне кажется, что у всех команд стоит одна задача – зайти в тройку чемпионов. Пока что у нас все выходит. Команда не сдается, у нас все получается. И, думаю, мы возьмем в тройку лидеров. Волейболистка этой команды – новая плеяда барановского волейбола, которая со временем станет основой главной команды «Атлант» и, надеемся, вернется в элиту отечественного клубного волейбола. Я начала заниматься волейболом, потому что к нам пришел тренер и приглашал заниматься. Мне всегда было очень интересно. И я решила, что это мой шанс, нужно себя попробовать. Затем мы начали тренироваться, у нас появился спорткласс. И с того момента мы идем к нашей цели. Мы хотим на этой детской лиге зайти в четверку или в тройку. Ну, лучше, конечно, в тройку. Я очень надеюсь, что волейбольный клуб «Атлант» станет, как и раньше, заниматься в хорошем месте. Сразу скажем, что барановские волейболистки на этом туре знали под руководством своего тренера Марьяны Забиран. Третье место. Вначале обыграв волейболисток с Олигорской детской и юношеской спортивной школы «Шахтер-3-1». Затем уступив волейболисткам Бреста 0-3. И с таким же счетом представительницы из «Дюшор-Атлан» завершили матч в последний игровой день с нашей «Жемчужной Полеси». Наша команда также уверенно 3-0 обыграла Солигарчанок, которые, к сожалению, для поклонников этой команды уступили Брещанкам 0-3, а также, как мы уже знаем, барановичским волейболисткам 1-3. Вместе с тем, не глядя на поражение, Солигарчанок стоит отметить. Они, под началом своего наставника Геннадия Менчини, растут в мастерстве, узнают лучший волейбол и играют, в том числе и в нашем Мозыре, куда, кажется, девочкам нравится приезжать на соревнования. Конечно, рада здесь оказаться. Очень красивый город, нам он всегда нравится, всегда гостеприимно. Конечно, хотелось сыграть лучше, поскольку проиграли вчера две игры. Ну, а так, ну, ничего не ждем. Хотелось, конечно, выиграть и сегодня настроены на победу. Лиза и ее команда в третьем матче тура не смогли достичь победы, но это пока волейболистка Солигорская детская и юношеская спортивная школа «Шахтер» уступают. Впереди при настойчивости на тренировках их ждет большой успех в профессиональном спорте, если, конечно, волейбол не наскучит девчонкам. Конечно, волейбол не может лично для меня наскучить, он всегда мне нравится и будет нравиться. Но, по крайней мере, я так надеюсь. Возможно, через несколько лет эти девчонки сформируют волейбольную дружину, которая примет участие в женском чемпионате страны высшей лиги. Вначале группы «Б», затем группы «А». Безусловно, для этого нужно стать высококлассными спортсменками. Но девочки имеют талант, трудолюбие и любовь к тому делу, каким они занимаются сейчас, к волейболу. Я люблю волейбол за то, что это очень интересная игра, в ней очень много чего происходит, здесь много чему можно научиться в жизни, и, конечно же, мы хотим стать профессиональной командой. Не могли мы пройти мило из старшего тренера отделения волейбола с дюшор «Жемчужнополесия» Надежды Васильной Рудаковской, в которой мы задали вопрос о нашей команде «Жемчужнополесия-1». Она сформирована из волейболисток 8-го и 10-го классов, что благоприятствует или неблагоприятствует игре. То, что идет два возраста в одной команде, это вполне нормально. Единственный момент, что не хватило времени на подготовку, потому что четвертый год был задействован в Олимпийских днях молодежи. И приехали после соревнований дети очень многие, просто то ли стечение выстоятельств, то ли физическая нагрузка, они просто приболевшие. Вот сейчас мы как раз таки видим, что нет и связующего игрока Алины Желакова болеют, и еще девочки. Поэтому то, что идет как сборная, это очень хорошо, преемственно старших и младших. И младшим больше придает уверенности. Пока по играм, конечно, хотелось бы всегда победы, но получится то, что получится. Вспомнили мы с Надеждой Васильевной и Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь. Там тренер и ее подопечные выступали под флагом сборной Гомельской области. И пока в этом турнире волейболисты от 2003 года рождения моложе, жемчужные спортсменки идут на втором месте. После первого этапа не очень удачно начав поражение от команды Городинской области, но затем они поймали наши спортсменки свою игру, а вместе с ней и серию ярких побед. Да, начали мы Олимпийские дни молодежи не совсем хорошо, мы проиграли в команде Гродно. Гродно – хорошая команда, причем она играет не совсем стандартно, поскольку у них в троих передачах отыгрывать следующий игрок. Девочка, это создает нам некоторое неудобство во время игры, но мы сами допустили очень много ошибок, что недопустимо уже на током уровне, мы не подали 17 подач, это печально. Ну а то, что все остальные игры мы выиграли и выиграли уверенно, это хорошо. Впереди следующий тур в мае месяце, надеюсь, что в нем мы сыграем более качественно и займем, скажем, более достойное место. Возвращаясь к матчу, «Жемчужнополейс-1» и «Цора» Виктория, с сожалению, констатируем поражение нашей команды, которая боролась, старалась предпринять все для победы, но третья партия со счетом 20-25, а партия четвертая со счетом 21-25 завершились в пользу подопечных Натальи Салтрукович. И общий счет всей встречи 1-3. К большому сожалению, наша команда потерпела первое поражение в этом турнире. А Брещанки, напротив, показали себя командой, способной в этом составе бороться не только за финал четырех, а еще и за победу в детской и юношеской волейбольной лиге «Мяч на сетке» в возрастной категории 2004-2005 года рождения. Детская лига – это очень интересное соревнование, соперники все достойны, очень интересно. И да, до этого я год проиграла в команде «Горг» 2004. Карина – одна из лучших белорусских волейболисток 2004 года рождения. Имеет все предпосылки для того, чтобы стать игроком высокого международного класса. Наверняка эта талантливая девочка, которую мы хорошо помним по игре за команду «Горг» 2004 в прошлом сезоне, мечтает о профессиональном волейболе, об игре за главную команду «При Бужье» только вот сколько времени. Отводит себе Карина для завоевания места в команде «Уйши лиги» чемпионата страны. В главной команде «При Бужье» я иногда тренируюсь, но играть, я думаю, мне можно будет только через год-полтора, когда закончится сезон. Хорошее впечатление произвела пасущий обрещанок Саша Шляшко, у которой мы спросили о соперницах наших «Жемчужников». Они создавали ли в матче ощутимые трудности для команды «Сора Виктория» на пути к победе? Да, трудности были, скидки, нужно было поднимать, падение, более-менее. В продолжении темы – Либера-брещанок Анастасия Бакунович, которая наверняка оценила силу мозорских атак и их способность принести победу «Жемчужни Полесье» в третьем и заключить на матче-4. Было тяжело играть с ними, команда достаточно хорошая, но нам сегодня-то полезло. Что до наших Либера, то в этом «Амплуа» в «Жемчужни Полесье-1» выступали юная Катя Христенко 2006 года рождения и спортсменка с уже определенным опытом Анастасия Казенец 2004 года рождения, на который возлагаются большие надежды в коллективе, ответственность которой наверняка ощущается. Да, ощущается, потому что команде нужна поддержка от лидеров и нужно помогать младшим девочкам, чтобы как-то они выигрывали и дальше способствовало это. Как считает Настя, если бы на площадке в том матче была главная пасующая, Арина Жевлакова и по совместительству лучшая подруга Казенец, мог ли спортивный поединок выбрать иного победителя? Алину мы очень сильно любим и поддерживаем. Жаль, что не было с нами. Да, очень много от нее бы зависело, но Катя, младшая девочка, тоже молодец, старалась очень сильно. У еще одной нашей «Жемчужной надежды» Екатерины Чеховских мы поинтересовались ее мнением по поводу поражения, чего же все же не хватило Кате и ее команде для победы в поединке с Викторией. Ну, может быть, где-то не хватило более смелости, эмоций. Вообще, девочки все молодцы, мы очень старались, но так получилось. И все же по итогам всей детской и юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой» что может добиться эта команда, по мнению Чеховских? Как мы уже говорили, эту команду сейчас тренирует молодой специалист, еще студентка факультета физической культуры МГПУ Кристина Александровна Ковалевская, с которой мы сейчас и познакомимся. Играла я с четвертого класса за Могилевскую область, первый тренер Лазакович Сергей Иванович. Наверное, вот как начала играть, так и захотелось мне пойти в физкультурную, быть тренером. А что скажет Ковалевская по поводу прошедшего матча и своей команды? Команда хорошая, сильная. Девочки, если бы они хорошо еще постарались, была Полина, думаю, мы бы смогли выиграть. В 2020 году, я думаю, мы добьемся успеха. Хочу, чтобы девочки больше у них прогрессировали, был больше прогресс виден, и чтобы они росли. Кстати, сезон 2019-2020 с этой команды начинала Галина Константиновна Григорович, которая взяла паузу в своей тренерской деятельности, и надо же, прямо во время Мозорского тура у нее родилась девочка. Конечно, будущая волейболистка, с чем мы поздравляем, как молодую маму и ее семью, так и с дюшор Жемчужной Полеси, цвета которой Григорович младшая, все непременно будет защищать, когда подрастет. Кстати, на этом туре руководство спортивной школы Жемчужной Полеси принимало самое деятельное участие. Представители Жемчужной администрации им матчи обслуживать помогали и оценивали, в каком направлении развивается та или иная волейбольная команда с дюшор Мозорского нефтеврабатывающего завода. Если учитывать всю подготовку спортивную волейболисток, то соревновательный опыт – это очень-очень важно. Поэтому каждым туром они приобретают опыт, совершенствуются. Отдельно хочется отметить прекрасную организацию на турах, где принимающая сторона с дюшор Жемчужной Полеси. И, конечно же, как обойтись без неотъемлемой части этих матчей – болельщиков, среди которых преобладали родные и близкие наших юных барабан. Конечно, мы поддерживаем, мы переживаем, мы надеемся, что все равно победим, естественно. Желаем удачи огромной, очень нервничаем, правда. И у нас очень сильные соперники. Наталья Александровна – одна из самых активных болельщиков и на матчах профессиональной Жемчужной Полеси. И вот там, на Полеси-арене, наблюдая за игрой главной Жемчужины, мечтает ли наша собеседница, что ее дочь Анастасия Дубанова через несколько лет будет выступать в форме родного клуба и в поединках высшей лиги чемпионата и Кубка Республики Беларусь. Очень хотелось бы, правда. Очень хотелось бы видеть ее в составе нашей Жемчужины Полеси в высшей лиге. Я надеюсь, все-таки, что так оно и будет. Кроме вышенозных волейболисток, отметим и таких воспитанниц Дюшор Жемчужной Полеси, как Рита Иванова, кстати, капитан этой команды, Надежда Бычковская, Анастасия Минаева, Дарья Дербенева, Анастасия Павлюк, Дарья Акулича, Камила Реческая. Все они замечательно провели третий матч-тур, обыграв со счетом 3-0 барановичских волейболисток. И теперь эта команда занимает первое место в сводном таблице Дюэл «Мяч над сеткой» 2004-2005. Наша первая команда точно будет в финале четырех. А вот за оставшихся три места поборются волейболистки в Шумилино, Минска, Барановичи, РГОР. И наша вторая команда, которая под руководством Ильи Николаевича Шпаковского хорошо сыграла в третьем туре в Шумилино, заняв по итогам этого этапа первое место в своей группе. Отметим особо отличившихся по словам тренера Кристину Крот, Полину Ситник, Елизавету Смирнову, Дарью Кострову, ее тезу Кулиду и Пятибратову. И перейдем к интервью с Ольгой Мавшу, которая была свидетельницей игры второго дня в Мозоре. И любопытно, вспоминает ли она сейчас то время, когда еще Ольга Лозицкая делала свои первые волейбольные шаги, участвуя в подобных соревнованиях. Я тоже начинала свою волейбольную жизнь с детских соревнований, с различных, с областных, с публиканских, детская лига. Это очень важно и очень здорово, что сейчас у детей очень много соревнований. Они могут поесть, поиграть, набрать все опыта, ошибывать свое мастерство, а также исправлять свои ошибки еще в раннем возрасте. Так как когда уже игрок вырастает, очень сложно исправить те ошибки, которые были задолжены в детстве. Наша главная команда сейчас готовится к стадии плей-офф, которая стартует в последний день зимы. И где соперницами нашей волейбольной дружины станет воронежский Атлант Баргу, победитель высшей лиги группы «Б». Там, кстати, в последнем матче, в предварительной стадии, он, Атлант Баргу, обыграл до 2 февраля у себя на площадке нашу «Жемчужную Полесье-2». Реванша от главной «Жемчужной Полесье» осталось ждать недолго. 29 февраля и 1 марта настоящие поклонники волейбола просто обязаны поддержать свою родную команду, которая ждет почитателей. Всех приглашаем, всех зовем, приходите за нас поболеть. Наша команда заняла по итогу третьего круга первое место. Мы будем играть с Баранническим Атлантом. Игра может быть не сильно такая, как с Брестом или с Могилевым. Но все же приходите, болейте, следите за нами. Нам нужна ваша поддержка, мы ее очень ценим. Четвертьфинал чемпионата Республики Беларусь для нашей команды начнется дома. Двумя матчами с Баранническим Атлантом Баргу. И как победитель предварительного этапа в группе «А» «Жемчужная Полесье» начнет эту серию до трех побед одной из команд с бонусом «одна победа». То есть для завоевания пропусков в полуфинал подопечный Михаил Михайлович Коваленко достаточно одержать две победы в последний день зимы и в первый день весенний. Физкультурно-оздоровительный центр «Полесье Арена» 29 февраля в 16.30, 1 марта в 13.00. Обязательно приходите на волейбол. Ну что ж, друзья, мы сегодня убедились, что у нас растет достойная «Жемчужная Смена». Обязательно приходите на «Полесье Арену» и увидите здесь, как наша главная профессиональная «Жемчужная Полесье» надеемся уверенно выйдет в полуфинал чемпионата Республики Беларусь. С вами была волейбольная обозрение Евгений Монрохович и Вячеслав Пересыпкин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова